Здравствуйте! В эфире программа «Медицина 21 века». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Продолжается строительство 13 новых поликлиник, врачебных амбулаторий и районных больниц. Одну амбулаторию в селе Верхний Перевал возвели, остальные объекты сдадут к 2025 году. Центральные районные больницы построят в Ольге и Вольно-Надеждинском. Амбулаторию откроют в Заводском. Новые поликлиники строят в Новопокровке, Михайловке и Лозо. Сразу две новых взрослых и две детских поликлиники появятся во Владивостоке и Трудовом, и одна в Находке. Кроме того, на ряде медицинских объектов продолжаются капремонты, а часть медучреждений получат в этом году новое оборудование и санитарный транспорт. Заболели в выходной или находясь в отпуске? Эти дни тоже войдут в больничный лист и будут оплачены. Главное – вовремя официально обратиться за медицинской помощью. Согласно Трудовому кодексу, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за каждый календарный день. Так что, если заболели перед выходными или в пятницу, есть смысл обратиться к врачу. В частную клинику тоже можно, а вот врач скорой больничный не выписывает. Если заболели в отпуске – за дни болезни выплатят больничные и, к тому же, продлят период отдыха с отпускными. А если за время отпуска заболел ребенок, тогда получите отпускные, а не пособие. Напомним, больничный теперь оформляется только в электронном виде и приходит на госуслуги. Работодатель увидит его автоматически. Приморское министерство труда и социальной политики напоминает, что приморцы с инвалидностью имеют возможность взять на прокат бесплатно или за символическую сумму технические средства реабилитации. Пункты проката работают во всех филиалах центров соцобслуживания населения с 2009 года. Перечень реабилитационного оборудования насчитывает более 60 наименований. Ознакомиться с ним можно на сайте. Это коляски, трости, костыли, ходунки и многое другое. А для детей, имеющих ограничения по здоровью, на базе Арсеньевского и Владивостокского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних предусмотрен бесплатный прокат технических средств реабилитации. После долгой зимы многие ощущают упадок сил, апатию и раздражительность. Это физиологически объяснимое состояние, и с ним можно справиться, говорит врач-эндокринолог клиники МГУ Зухара Павлова. Дело в том, что недостаток солнечного света приводит к дефициту витамина D и синтезу гормона радости серотонина, который к тому же помогает спокойнее переживать невзгоды. Как повысить выработку серотонина, эндокринолог рассказала в своем телеграм-канале. Включите в рацион бананы и шоколад. В них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин. Продукты с повышенным содержанием омега-3 кислот, например, жирная морская рыба, не только полезны, но и помогут блокировать в рыботку простагландинов, которые препятствуют высвобождению серотонина. Пойте, где хотите и когда хотите. Во время пения вырабатывается гормон окситоцин, влияющий на настроение, создающий чувство спокойствия, счастья и еще стимулирующий синтез нужного нам серотонина. Эндокринолог также посоветовала больше заниматься физкультурой и спортом, проявлять заботу о других людях и животных и просто радоваться природе и красоте. Возможности оказания помощи в Приморском онкологическом диспансере еще расширились. Здесь введено в эксплуатацию отделение радио-йод-терапии. Это поможет сотням наших земляков с определенными онкологическими заболеваниями щитовидной железы не уезжать за пределы края, а получать необходимое лечение рядом. Об особенностях терапии радиоактивным йодом, а также о перспективах лечения онкопроцессов с помощью других радиофарм-препаратов в нашем интервью. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады поздравить, наверное, все-таки это важная веха, да, на базе Приморского краевого онкологического диспансера открылось отделение радио-йод-терапии. Блок радио-йод-терапии на базе радиологии, отделения радиологии. То есть оно не открылось, оно расширилось. Расширилось. То есть до этого момента проводилась диагностика? Ну, давайте искориться от истоков. В 2018 году, в сентябре, у нас открылось радио-нуклеидное отделение на базе нашего диспансера с диагностикой. Это аппарат Аффект Дискавери, и он проводил стантиграфические исследования выявления костных метастазов у женщин и мужчин, а также эндокринологических видов исследования. Это заболевания щитовидной железы, пара щитовидной почек. Что такое радио-йод-терапия? Лечение, грубо говоря, радиоактивным йодом, которое направлено на уничтожение опухолевой ткани, или остаточной опухоли ткани в организме человека. После заболевания высокодифференцированного рака щитовидной железы. Насколько востребована вообще такая терапия? Насколько это актуально для Приморского края? Как много таких пациентов? Было обсуждение. Мы взяли статистику, посмотрели, сколько людей отправляется у нас в Волгинск или в Красноярск. И, исходя из этой уже цифры, просчитали, что как минимум 120 человек в год улетает у нас на лечение другие регионы, которые могли бы получить здесь. Потому что не все могут перенести ту же самую долгую поездку. Ну, 7 часов лететь до Волгинска – это не очень всегда хорошо. То есть ближайшая помощь, где могли получить пациенты – это Красноярск, Волгинск, вот именно радиовьет терапию, да? Да, у нас маршрутизация была направлена туда. Отделение, которое открылось, оно рассчитано всего на 3 человека? В неделю. В неделю. Это достаточно? Ну, это будет потребность края в год на тех, которые уезжают от нас в отделение. Да, это достаточно. Ну, плюс вы же не забывайте, что можно проводить радиотерапию не только пациентам с высокодифференцированным раком щитовидной железы, но и с эндокринологическими заболеваниями, такими как диффульсно-токсический зуб или же болезнь Грейвса. То есть дозы меньше, и плюс им не нужен круглосуточный стационар, а не на этапе амбулаторного лечения, правил чати. Вы таких пациентов тоже будете брать? Мы рассматриваем это, да. Поскольку мы являемся онкологическим диспенсером, естественно, львиная доля уходит на онкобольных. Стали встречаться патологии щитовидной железы чаще, не чаще? Если да, то предположение почему? Ну, скорее всего, не чаще, а более лучшая выявляемость. Появляются новые методики диагностики или что, за счет чего? Да, новые методики диагностики, новые методики получения информации от пациентов. Итак, пациент с высоко дифференцированным раком щитовидной железы попадает сюда на радио-йод терапию. Это лечение радиоактивным йодом. То есть, по сути, пациента облучают? Да, опухоль облучают. Давайте немножко разграничим. Мы же воздействуем непосредственно на тропную ткань к этому йоду. Восприимчивую? Да, восприимчивую тропную. Все, что не зацепится в организме этой тканью, будет выведено естественным путем. И утилизироваться это будет в спецказмализации. Точечно накопленная ткань и будет облучаться. То есть, ну, и пролетное время в ткани и облучение окружающих тканей будет минимальное, нежели, допустим, мы на локальную лучевую терапию пойдем. Ну, то есть, получается, такое лечение для пациента менее травматично, чем другие бы методы, да? Конечно. Но, тем не менее, это очень такое специфичное лечение. Здесь очень такие все палаты. Специальная канализация, специальная вытяжка. Пациент изолирован и находится там от трех до скольки дней, да, терапевт? Да, в зависимости от дозы приняты, да. Ну, может, до недели, до двух. До недели, до двух. И как обеспечена безопасность самого медперсонала? То есть, я так полагаю, что пациент является носителем радиации? Да, когда после употребления йога, да, он перворально у нас поступает в организм пациента, он является уже источником ионизирующего излучения и непосредственно помещается в палату. Персонал, который у нас работает, прошли все стажировку. Привержены они группе А, и, естественно, они одевают специально защитные фартуки и сменную обувь. И у нас своя стиральная, как говорится, машинка для персонала, для пациентов. То есть, все, что попадает к нам в отделение, просто так оттуда не выходит. Фартуки как на рентгене? Рентген защитный, да. Похожие, да? Похожие, немножко уровнем защиты побольше. Вот радиация, да, звучит все очень грозно, опасно. Она, тем не менее, лечит этого пациента? Да. Локальное, точечное воздействие непосредственно в патологический очаг. Это намного эффективнее получается. То есть, потом у пациента выживаемость? Намного выше, конечно. Выживаемость выше и осложнение рисков меньше. Чем если бы что? Если не делать радиолеотабляцию. То есть, ну, если посмотреть клинические рекомендации, там расписано по стадиям. В зависимости от того, чем выше стадия, тем выше риск возникновения нежелательных последствий. И когда пациента смогут, ну, отправить из стационара домой? Когда он перестанет быть источником облучения? Когда его фон снизится до допустимых по НРБ-10. То есть, нормы радиационной безопасности. Общий фон на расстоянии метра, ну, вот как мы с вами, не превышает 20 млз. Тогда он считается не опасным для других людей и может свободно покинуть нашу палату. Сколько дней пациент дезактивируется? За 7 дней. За неделю? Да. Ну, в сложных случаях, когда непосредственно у пациентов бывают уже метастазы в легкие, у них даются большие дозы. Сергей Сергеевич, я смотрю, у вас вот на кармане какой-то прибор. Да, это индивидуальный дозиметр. У врачей у меня по одному, у непосредственно медсерковых стер, которые, как говорится, руками, где кто работает, у них по два – это пояс и грудь. Раз в квартал мы их сдаем, конечно. Если кто-то превышает дозу, он отстраняется от работы. А пациент может общаться там по телефону? И вот интересно, телефон потом куда-то у него тоже забирают? У всех на осторожный такой вопрос. Смотрите, если просто телефон взял свой, мы пациентам даем специальные пленки, которые упаковываются, и эта пленка при выходе снимается с телефона и отдается. Если же он пренебрег, правильно? Не пользовался пленкой, да? Все равно все вещи будут проходить дозиметрический контроль. И если он фонит, значит, этот телефон остается у нас до момента, когда он закончит фонит, грубо говоря. Ну, от полутора до двух с половиной месяцев это проходит. Права я или нет, что пациенты и близкие в том числе как-то вот опасаются такого лечения, и за свою безопасность, наверное, семьи могут опасаться? Конечно, правы. Мы же проводим не только радио-йод-терапию, но и препараты для костных метастазов, кастротрезистентного рака пристательной железы и молочной железы, то есть это самарий у нас используется. Препараты такие, да? Да, это тоже радио-фармпрепараты. Но там не требуется такой изоляции пациента? Нет, это дневной стационар. Если ради, то укололи. Если самарий, то это женщина, во большинстве случаев, у них капельница. Естественно, пазовый тричпотом бегает, замеряет дозиметрический контроль. Но в случае с радиоактивным йодом здесь как бы и пациенты, и домочадцы их как бы опасаются больше. Некоторые пациенты говорят, дайте нам справку, что мы можем вернуться домой, потому что на жены не пускают. Жены не пускают, дети опять-таки. После йода дается памятка пациенту с показаниями, противопоказаниями, и сколько, когда он может выйти на работу, когда он может, грубо говоря, в одной постели с женой своей, или с супругом. Может быть, пользуясь случаем, какие-то фобии развеяли бы? Да, мы облучаем, но мы воздействуем локально. Все, что не зацепилось в этой точке, на следующий день с естественными жидкостями выходит из организма. И весь организм, как говорят, облучают. Нет. Мирное облучение, которое позволяет сегодня лечить людей, да, и все эти методики же применяются достаточно давно. А есть еще какие-то перспективы? Может быть, идут исследования новых препаратов, которые позволят? Конечно, конечно. Все НИИ, они зацеплены, и кто-то на лифосцентографии занимается. И вот сейчас, когда я был на обучении, я узнал, что лютец и ПСМА – это препарат тоже для лечения метастазов рака предстательной железы. Он воздействует непосредственно как на висцеральные метастазы, так и на костные. Хорошие результаты. Он сейчас проходит испытания препаратов? Да, второй клинический этап испытаний. И я думаю, что когда его зарегистрируют, мы будем стараться в широкие массы в Приморском крае его впустить. А в чем сила, если уместно так сказать, вот радиофарм препаратов? То есть за счет чего они позволяют делать то, что, допустим, химия не может, радиологическое лечение, хирургическое? Хороший вопрос. Наверное, за то, что химия все равно при воздействии, она все равно угнетает все, как все крови, так действует на все клетки. И где-то тогда проваливается их деление. В данном же случае тропный препарат воздействует как ключ к замку. То есть на патологической клетке есть рецептор. Мы этот рецептор подобрали ключ, зацепили на него боевой заряд. И этот боевой заряд не летит по всему организму, а он прилипает именно к этой клетке, проникает в него и уничтожает. Сергей Сергеевич, но в связи с тем, что сейчас очень много говорят о онконастороженности, что-то пожелаете нашим зрителям? Может быть, как не стать вашим пациентом? Наоборот. Диспансеризацию никто не отменял. Об нас никто не позаботится, кроме нас. То есть заболело? Ну, сходите, проверьте, если что вам стоит. Не лениться, главное. Спасибо, доктор. Пожалуйста. Детские врачи-офтальмологи отмечают, что современные молодые родители в основном ответственно и грамотно относятся к здоровью своих детей. И если Всемирная организация здравоохранения вовсю призывает обратить внимание человечества на то, что люди стремительно теряют слух, то со зрением вроде бы все более-менее нормально. И тем не менее, как бы нам всем не наскучило, врачи повторяют, бесконтрольное общение с гаджетами точно скажется на зоркости наших детей. В городском центре охраны зрения помогают детям с разными патологиями. Двери открыты для любого ребенка. Подробности в нашей рубрике. Какую помощь можно получить в центре охраны зрения детей? В кабинете оказывается как консультативная помощь, диагностическая, непосредственно лечебная. Начнем с того, что у нас есть прибор Амблиокор, который, скорее всего, единственный в городе Владивостоке. Поэтому к нам все дети приходят. При всех заболеваниях, в частности, близорукость, косоглазие, амблиопия, тренировки конвергенции, спазм аккомодации, все присутствует. Поэтому большой спектр. Мы здесь оказываем полном объеме помощи. В каких случаях требуется стационарное лечение? Стационарное лечение у нас существует в больнице Рыбаков, детское глазное отделение. Мы по маршрутизации направляем детей, которым какие-то необходимы, туда. Это, может быть, если близорукость, которая возникла и растет больше одной единицы в год, необходимо оперативное лечение. Оперативное лечение по поводу косоглазия, когда уже ставится глаз прямо. Дети с докриоциститом новорожденных, у которых непроходимость слезного канала, какая-то врожденная патология, врожденные катаракты, допустим. Либо туда, либо в более центральные институты страны. Почему у ребенка ухудшается зрение? Близорукость начинает расти именно в период школьного, когда дети начинают поступать в школу. Большая нагрузка, тут она потихонечку начинает повышаться. Плюс дети, у которых мама с папой близорукие, которые стоят в группе риска по развитию близорукости. Но это все связано с работой на близком расстоянии, с нашими телефонами, с нашими гаджетами, которые, естественно, не улучшают статистику в этом вопросе. Какой механизм воздействия гаджетов на органы зрения? Человек с хорошим зрением сел, допустим, за телефон, за компьютер. Вот он трудится, 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 и глаза потихонечку начинают уставать. Начинается малый процесс миопизации. То есть глаза сначала устают, потом происходит спазм аккомодации, который еще можно вернуть к норме, а потом уже начинается маленький минус. То есть глаз начинает потихонечку расти. Если взрослый человек просидит 4 часа за телефоном, не вставая, у него одномоментно будет близорукость минус 2. Он потом встанет, как бы расслабится, она вернется. А если этот процесс, постоянно, так сказать, держать его в тонусе, в тонусе, в тонусе, близорукость изложной превратится в настоящую. Просто у детей вот более слабая, скажем так, афтерологическая система, поэтому все эти вопросы, они возникают у него раньше. Как вовремя диагностировать и провести лечение ретинопатии у недоношенных детей? К нам приезжают дети со всего Приморского края. Это дети, которые родились в ранних сроках, до 35 недель, с маленькой массой тела. И таких детей мы обследуем и наблюдаем. В чем заключается уникальность нашего кабинета? То есть мы выявляем, есть ли у ребенка этого ретинопатия недоношенных или ее нет. И мы наблюдаем за такими детьми в дальнейшем. И если выявляется какая-то патология, то мы здесь можем оказать медицинскую помощь в виде аппаратного лечения. Как долго дети с ретинопатией должны наблюдаться у офтальмолога? До 18 лет мы их наблюдаем, потому что у них поздние потом идут осложнения на сетчатке. Кто может получить помощь в Центре охраны зрения детей? Помощь оказывается детям, начиная с нуля и до 18 лет. Так как кабинет городской может получить помощь данную любой пациент города Владивостока. Единственное, если он не проживает по нашему району, необходимо направление из поликлиники, где он проживает. До свидания! Будьте здоровыми и счастливыми! Это была программа «Медицина 21 века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова